Возраст игры «Сумерки Империи» насчитывает уже ни много ни мало, а целых 22 года. И только представьте, что всё это время игра эволюционировала. То есть оттачивались её механики, балансировалась, вносились изменения в дизайн и оформление игры. И ещё множество изменений было внесено для того, чтобы игра вот в таком виде попала на наши столы. Сегодня на ваших экранах будет представлена уже четвёртая её редакция. «Сумерки Империи» — это глобальная космическая стратегия, которая впечатляет не только своим объёмом и количеством компонентов, и количеством времени, которое вам нужно будет потратить для того, чтобы сыграть в одну партию, но также и проработкой своего внутриигрового мира. И вот для большего вашего погружения в этот внутриигровой мир, я бы хотел рассказать перед тем, как мы начнём, о тех событиях, которые будут предшествовать действиям игроков, совершаемых за игровым столом. Итак, перед нами Мекатолрекс. На момент событий, которые будут происходить в игровой партии, эта планета, являющаяся центром известной части галактики, по сути лишь призрак уничтоженной Лазакской империи. На ней живут лишь веноранские хранители, они обитают в руинах Мекатолл-Сити и присматривают за тем, что осталось от некогда великой столицы. Также ожидают великую расу, способную принять на себя бремя прошлых императоров. Века назад лазаксцы объединили под своим мудрым и могучим господством все галактические цивилизации, сменив на троне мэхатских тиранов. Под правлением лазаксов цивилизации достигли небывалого роста технологии и экономики. Но шло время, и лазакские императоры ослабили хватку, перестав замечать растущие амбиции других великих рас. Баронат Летнёв, одна из первых цивилизаций, поднявшихся благодаря лазаксам, перекрыла Куанскую червоточину в знак протеста против торговых ограничений лазаксов. Это оказалось крайне неугодным людям Федерации Сол, которые тут же вступили в открытый конфликт с баронатом. Лазакская армия быстро потеряла контроль над ситуацией и, увидев это, остальные расы не упустили свой шанс отделиться от империи. Всего за несколько лет она погрузилась в хаос войны. Разочарованный советник императора Велсит понял, что империи не удастся удержать свои позиции и умолял того стянуть все силы к своей столице в Мекатолрекс. Но, получив отказ самоуверенного правителя, скрылся на отдаленной планете с группой верных ему последователей. Император лазаксов пал при бомбардировке столицы флотом Федерации Сол, не успев даже назвать имя наследника. Всего за 20 лет от империи лазаксов остались лишь воспоминания, а великие расы сцепились в борьбе за территорию. Война добралась даже до самых священных мест. Баронат Летнев захватывает Архон Тау, родную планету миролюбивых Зазыча, что приводит к милитаризации Зазыча и полному разорению их планеты. Хиларские ученые, более не сдерживаемые надзором лазаксов, начали практиковать рабство и сомнительные эксперименты. Покорив за много лет до этого расу огненных существ Гашлай, они заставили их создать оружие невероятной мощи, которое скоро применили на ничего не подозревающих... моров. За несколько веков Сумеречные войны свели на нет весь прогресс и знания, накопленные за 20 тысяч лет. Оставив галактику в руинах, Сумеречные войны наконец закончились. Прошли еще тысячи лет, пока великие расы вернули многие родные миры к довоенному состоянию. Однако галактика начинает пробуждаться. Некоторые расы стали поглядывать за пределы родных систем, на поиски новых рубежей. Богатые природными ресурсами и редкими минералами системы открывают новую эру процветания и торговли. Возвращаясь на некогда оставленные планеты, великие расы начали восстанавливать и свои бывшие колонии. Однако вскоре напомнила о себе угроза из далекого прошлого. Когда лазарский советник Ибнавел Сид скрылся с последователями на неизвестной планете, их не стали искать. Считалось, что мятежники просто сгинули. Но Вэл Сид и его сторонники смогли избежать участия собратьев лазаксов. Продлив жизнь с помощью хиларских технологий, они затаились в своем новом родном мире. Чтобы выжить в суровых условиях, они вынуждены были заменять все больше и больше органов механикой. Так родилась психосеть L1Z1KS. Для удобства я буду называть ее психосеть Лазакс. Шли века, и Вэл Сид, поглощенный жаждой мести, провозгласил, что они вернут себе империю. Однако Мордай, один из изначальных сторонников Вэл Сида и главный инженер-модификатор Лазакс, одержимый своей идеей избавиться от всех органических частей тела, пошел еще дальше. И в ходе своих экспериментов заразился рекурсивным вирусом, который медленно свел его с ума. Он и его последователи решили стать чем-то иным. Назвав себя Некро, они обратились против бывших собратьев. Ценой немалых усилий Лазакс удалось остановить Некро, но все же один зараженный спутник успел ускользнуть. А вскоре поползли слухи о пропавших кораблях и колониях, переставших выходить на связь. Торговые суда стали также исчезать в районе Шалерийского коридора, где патрулями были замечены неизвестные корабли, которые тут же скрывались, не оставляя следов. Эти события можно было объяснить нападением пиратов или действием гравитационных аномалий, если бы не появление призраков Креуса. Это загадочная раса родом из Сквадранта за Шалерийским коридором, и их цели не ясны. Но еще большая загадка – Арбореки, раса похожих на растения организмов, где каждый действует как часть единого целого. Будучи не в состоянии общаться с другими расами напрямую, Арбореки воскрешают трупы разумных существ и используют их в качестве говорящего сосуда, наводя страх и вызывая отторжение у других рас. Над галактикой снова нависла угроза. Кое-кто из бывших подданных империй начал втайне разрабатывать оружие невиданной силы. Одна из таких разработок – это Солнце Войны, ужасающее эхиларское оружие, созданное в начале Сумеречных войн. Пустующий трон в Мекатол-Сити, хранимый исключительно верными веноранцами, ждет того, кто осмелится его занять. Но мало у кого хватит сил на это. И вот великие расы покинули свои родные миры, чтобы показать себя достойными наследниками. Надвигается эпоха Великой Борьбы, которая в очередной раз поглотит галактику. Пакс Магнифика белым глориосом. Мир прекрасен, но война славней. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok